Привет, дорогие мои друзья! С вами Воблер и добро пожаловать на канал! Это у нас игра Последний день на земле. Ну что же, ребята, походу этот последний день наступил для меня и для какой-то части игроков в игре Eldoy, то бишь Last Day on Earth. Сегодня этот ролик будет в поддержку тем игрокам, которые потеряли свой прогресс. Хочу сказать, ребята, вы не одинокие, да, даже ютуберы тоже теряют прогресс. Сейчас расскажу свою ситуацию, как это было. Ну что же, ребята, сегодня у нас будет ролик даже не в том плане, что я буду ругать кефир, а просто поделюсь, скажем, как Eldoy будет выходить на канале Воблер, не будет выходить, как будет в будущем. Ну и, конечно, расскажу, как я потерял свой прогресс. Сейчас вы видите выбор сервера. Короче, дело было так. Так, у меня очень долго была версия 1.7.1, я ее не скачивал ни с сайта, ничего не делал, вообще ничего не делал. И как-то в субботу, по-моему, вижу, что уже официально в плеймаркете вышла Eldoy. Я уже в группе все запостили. Думаю, ну что же это такое, ну как-то же надо... А у меня ничего не обновлялось, у меня старый ник был, там я ресурсы фармил эту медь. Короче, думаю, ну возьму, удалю игру и загружу. Удалил игру, загрузил и... И после этого, ребята, у меня появился аккаунт, который мы все знаем, Loot.me. Просто появился. То есть, мой, понятно, что аккаунт никаким образом не был, то есть, ни дюпов никаких я не использовал, ни читов. Ну потому что, ребята, сейчас у меня средний канал, а через год будет канал крупный, да, там будет полмиллиона, миллион. Ну, загнал год, ну полтора-два точно будет миллион. И, понимаете, свою репутацию тратить на то, что я где-то качал читы. Ну ладно, еще читы в какой-то обычной игре, там где можно сократить себе время, да, чтобы там ничего не добывать. Ну здесь же, в какой-то степени онлайн игра, здесь же, может, и разработчики забанить, и... Ну, короче, это некрасиво в этой игре читерить, особенно ютуберу, если ты там начитерил сам тихонько, и ты никому не показываешь. Это одно дело. А когда ютубер читерит, ну это совершенно другое дело. Короче, загрузил сюда, появился аккаунт Loot.me. Потом аккаунт Loot.me пропал, что-то, возможно, сделали. Появился выбор сервера. Насколько я помню, я был на первом сервере. На самом деле, я и на первый заходил, и на второй заходил. Короче, я захожу на первый сервер. У него высвечивается какой-то аккаунт нулевой. То есть просто, где весь прогресс сброшен, дорогие друзья, да, вот. Какой-то плеер. Я как бы нажимаю восстановить. Нажимаю свои циферки, да, которые восстановить там. Вот они перешли. Вот, восстанавливаю. И что же у меня? Да ну ничего интересного, ребята. Просто у меня появляется тоже аккаунт первого уровня. Но самое интересное, что этот аккаунт какого-то чёрта сохранился. При том, что синхронизации я не делал. И при заходе в игру у меня тут идёт синхронизация с плей-маркетом. Тут вот как у меня называется аккаунт. Плеер 93080. Вот так вот, дорогие друзья. Так всё получилось. Всё закрылось. Вся территория закрылась. Ну и теперь я поделюсь, можно сказать, своими планами. Либо как, чё будет. Ну, как я сказал, кефиру гать я не буду в этом плане. Потому что тема этого ролика совершенно другая. Тема в том, что как это отразится на канале Воблер. Но, если сказать честно, то на просмотрах вообще никак не отразится. Кто-то спросит, Воблер, да как? Ты же снимал Элдой. Ребята, вы не в курсе всего, что происходит на канале. Поверьте. Элдой никаким образом не зацепит канал Воблер. Воблер даже существенно никак не зацепит. В месячном эквиваленте это... То есть я сделал аналитику, вообще ничего. Если начать мне лимитично сначала играть. То я вам скажу, что мне нужно... Ну, как бы, донат здесь в игре в районе 500-600 долларов. Чтобы я мог себя комфортно чувствовать и снимать ролики. У кого-то, конечно, крышу снесло. Воблер, ты чё, как? Ну, потому что мне нужен чоппер. Мне нужно скрафтить здесь всё. Тем более, что... Мне же нужно записывать ролики. А записывать ролики, как я был бомжом. Эти все ролики у меня на канале есть. То есть эту всю мелочёвку я проходил. То есть мне нужно двигаться дальше. Ну, не важно, что уже много людей сняло ролики по этой... Как бы, по обновлению. Ну, это они сняли. Для меня никогда время не стояло какой-то границей. Чтобы быть первым там чё-то снять. Это никакой образе лично у меня не влияло на результат. У меня результат идёт потихоньку, но уверенно. Поэтому такая система. Буду я начинать раньше или не буду? Я не знаю, дорогие друзья. То есть время всё покажет. Посмотрим, как кефиры, как бы, будут реагировать на эту всю ситуацию. Как они, скажем, вообще, ребята, исправят это. Не исправят. Но если исправят, то, конечно, хорошо. Хотя шума уже наделана. Не исправят. Ну, что же могу сказать? Ну, значит, придётся СЛДОЕ лично мне... Я не знаю, как это завершить. Ну, потому что вы же понимаете. С нуля стартовать нереально. Я в последнюю неделю очень много тратил времени. Вы не представляете. Те ролики, которые выходили, это, скажем, вершина айсберг, как говорится. Сколько я тратил здесь на ресурсы. Тогда же прийти сюда и сделать обычный уголь сделать. Ты вроде бы зашёл, что-то в печку попереплавлял сюда-сюда. 20 минут пропало. А 20 минут это нормально. Это нормальная цифра. А если в день таких по 20 минут штук 5-6, и вот это уже час. Пойти там локацию залутать сюда-сюда, чтобы бревна привезти. Это тоже время. Короче, такая вот ситуация. Те, кто смотрели только игру «Последний день на земле» на канале Воблер. И если игра прекратит выходить... Ну что ж, ребята. Мне, скажем, жалко в какой-то степени вас. Ну, вы можете куда-то в другое место переметнуться. Это не важно. Те, кто смотрел канал, игру, только потому что я снимал, ребята, для вас будет хорошая новость. Потому что вы же понимаете, когда что-то освобождается, вместо этого приходит другая игра. То есть, в плеймаркете миллион игр, которые я еще не затрагивал, которые висят в очереди, давно висят-висят, и которые требуют своего внимания. Кто-то может сказать, Воблер впереди в «Джурасик Сурвайвл». Но, если я так понял, что «Джурасик Сурвайвл», я так понимаю, это лично я так понимаю, возможно, это, скажем, знаете, как невбрачный сын, да? Аналогично я хочу сказать, что «Джурасик» невбрачный сын кефира. Потому что игра очень уж похожа. Может быть, это реально какой-то запасной проект, очень легкий, элементарный. Где, таким образом, они, скажем, получают какое-то финансирование. Ну, мне так кажется. Ну, просто игра, ну, очень уж простая. Не могло все так быть элементарно. Ну, и многие есть каких-то нюансов, которые доказывают, что «Джурасик» это кефир. Ну, мне на это, на самом деле, по барабану. Вот, что я хотел сказать. Поэтому, не скучайте. Если аккаунт мой восстановится, значит, хорошо, будем продолжать. Если мне начинать сначала, то вы сумму, как бы, я озвучил, дорогие друзья. Что должно быть у меня на аккаунте, чтобы туда зайти. Решиться на такой шаг непросто. Очень непросто, потому что, ну, сумма, вы сами понимаете, серьезная. Как будет дальше, ну, я не знаю. Со своей степени я чувствую, конечно, немножко обиду. Вы согласитесь, обидно, когда ты там что-то добывал, что-то там оно раз пропало. Самое интересное, что это все как-то без предупреждения. Это как-то, на самом деле, никто не освещает. Это как-то шито-крыто. Я даже в шоке. Как-то все происходит. Сколько людей пострадали, и ничего никто не известно. Ну, короче. Вот такие планы по ЛДУ. Потому, если у вас нету аккаунта, если вы потеряли, дорогие друзья, что могу сказать? Наша надежда только ждать, ждать какого-то исправления, и надеяться на лучшее. Ну, а если лучшее не придет, делать выводы, и... И все. Делать выводы. А если ваш мозг работает правильно, то вы сделаете правильные выводы. А с вами был Воблер. С вами была игра «Последний день на земле». Походу, он наступил, самбарив, перебили меня. Короче, все будет нормально, на самом деле. Я просто хотел вас, как бы, предупредить, почему нету роликов. Чтобы вы не подумали, что Воблер, вот ты там где-то не делаешь так, как надо. Ну что ж, оставайтесь на канале. Видео будет выходить. В принципе, ничего не меняется. Два-три ролика в день стабильно. А может быть, в будущем будем наращивать темпы. Вот тут я все закончу. Как только я разберусь со своей челюстью, которую мою ремонтируют, потому что шепелявость меня убивает. То есть, у меня и так акцент не совсем хороший. Так еще и шепелявость это от зубов напрягает. Как только я их отремкаю, канал Воблер пойдет с новой скоростью. А тому все будет the best. Удачи вам. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok